Это здание Р-4 стоило, я не стоял такое здание вагоновое депо. Иззади, кому интересно, можно вернуть полуразушные здания фауэльного автомобиля. На то, что вы меняли, я не знаю, что вы делаете, что вы делаете, что вы делаете. Она здесь, что для автомобиля, для автомобиля, для оборудования и для детей. Техника была здесь на лучшую руку. В этом здании имеется статус-конструкторского бюро, которое было одним из наиболее известных в Советском Союзе. Сюда первоочередные задачи создавались по разработке новой раздорожной техники. Здесь же все это проектировалось, здесь же все это строилось. И дорога была передовой, и так далее, сюда не проводили. Ученые приезжали сюда регулярно, и жили они в гостинице, которая здесь была в поселке. Поселка была в гостиническом комплексе, в гостинице, столовая. То есть, в принципе, все, что нужно было доступно с личного советского инженера и проектировщика. Ну, в 90-е годы, когда предприятия акционировали, собственно говоря, было принято решение собственниками все это просто разворовать и уничтожить, положив себе все средства. 200-200 километров штатолейки от количества локомотивов все в кармах. Ну, в принципе, они получили свое, и с 94-го года по 2004 год головное передовое предприятие превратилось в руины, которую мы сейчас с вами оцезрили. Ну, по ходу дороги расскажу, как мы пришли к тому, что мы сейчас имеем. Вкратце, о локомотивах. Локомотивы, как в Ку-4, я сейчас говорю, это фонд гидропередачи. У нас вообще отсутствуют средства новых типов локомотивов с механической передачей, гидропередачей, с механической передачей. И еще нужна передача для того, чтобы делать, собственно говоря, колеса независимыми от двигателя. Если у автомобиля мы выжимаем педаль сцепления, тем самым мы заменяем включающие моменты двигателя за колеса. Вот эти все автомобили, которые здесь стоят, они с механической коробкой передачи. И еще у нас четыре? Здесь четыре, да. И у нас еще получается три кодовых подземления.